петиции я что ты пишешь я петицию пишу какую петицию кому ты чё я прошу деда мороза чтобы он у меня забрал этот костюм поменял и переименовал меня я тебе переименовал правда не на камеру всем привет эта программа пятничный сафронов я ее ведущий андрей сафронов это не может не радовать сегодня пятый юбилейный выпуск нашей программы аплодисменты вот вам пожалуй в этот раз вот так вот такой привет привет здравствуйте в этой теплой студии мы все еще продолжаем говорить про наш великолепный краснодар и про все то что в этом прекрасном городе происходит всегда яркий всегда рядом всегда под музыку мой ручной единорог я рик ручной чуть не сказал пулемет да есть пулемет максим ты будешь пулемет ярослав вот такой больше похоже как будто соседи стенку 8 утра ну кстати да будет но это ужасно это да я тогда тебя буду называть в таком случае бомба сафронов правильно говорить сафронов бомба сафронов бомба или ракетный комплекс сафронов будет тополя искандер и сафронов пятничный вот так же ярко будет написано такие выходные так себе могут получиться ладно переходим к новостям веселый пятничный дайджест краснодарских новостей поехали в магазинах начали продавать идеальные для краснодара санки они такие с колесиками а когда надо санки правда пока санки не надо снега нет интересная штука то ли санки не едут то ли санки не санки санки не санки это японская такая санки не санки да знаешь эта новость могла звучать так краснодарские дети сидят на колесах интересно нет я придумал песню специально для этих всех историй смотри ах девочка на саночках катался весь день проколола полюшки колесо на саночках ах мамочка ну где из того мама мама мамочка ну где же из того праздник который видно из космоса житель кубани украсил дом гирляндой в 15 тысяч огней управляющая компания в свою очередь подарила ему чек на 15 тысяч рублей такая под елочку так аккуратненько нормально а там еще плюс за воду и все остальное короче староминская жжет прям жжет причем электричество и с другой стороны дедушка с внуками сделал хорошо подсветил участок федеральный не ну почему такое доброе дело на самом деле это круто что новый год у них такой яркий как мой костюм как я ну да да осталось немного до нового года 11 дней 11 дней все куда-то торопятся всем все надо успеть вот эти мероприятия обгони трамваи обгони сам себя дед мороз с оленями снимают клипы грабят пекарню видел это все да 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 то есть вы успокойтесь пожалуйста успокойтесь стоп горшочек не варить не надо торопиться все все успеем а то будут челленджи там врежься в трамвай включи или выключи мозг подожги петарду хватит объявляю эстафету береги себя и передаю эту эстафету 2019 году и всем кто планирует в нем быть давай назовем эстафетой меня андрея малахова берегите себя и своих близких с вами молодые малахов и всех с наступающим новым годом ура мы переходим к нашим сегодняшним гостям теперь наш следующий год двукратный обладатель цепи модератор благополучия гарный мэн продюсер маркетолог и турист павел лавренчев очень удобно а главное безопасно очень практично значит ребята здравствуйте давайте еще раз можно присаживаться нет нет дело в том что диван конечно красивые понимаю ваше желание на него присутствуют такой рост у вас со мной не хотел фотографироваться роналду судя по моему росту со мной хочется графироваться месси месси или цикала скажите пожалуйста готовы ли вы заслужить право посидеть на этом белоснежном диване тем более что для этого нужно всего лишь отжаться да нет нет все все куда проще пашу нас в пылесосе давай говорить нет 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 несмотря на то что у нас все по домашнему у нас есть до волшебный табурет санцевать который вообще это был подарок вот там еще бантик да вы видишь мы специально это сюрприз чтобы никто не понял что но но я рек не захотел себе такой подарок поэтому просьба да поэтому просьба давайте возле елочки это будет происходить да это будет логичней объясню почему ваша задача не рассказать короткое новогодние до стихотворения возле елочки мы будем вам плодировать вы будете рада так что не поломалось так это не работает где конфеты и мандарины конфет я подготовился я подготовился давайте кто начнет мне кажется тут это мой рост если я встану точно будет вставай на коленке и унижение на коленке дед мороза представьте что он там желательно длиннее длинное стихотворение желательно скоро новый год я готов терпеть у него оттекает семья в общем стихотворение такое мое одно любимое из детства говорят под новый год что не пожелается бодрее все всегда произойдет все всегда случается и вы живое тому доказательство я хочу сказать его я не закончила да хорошо какой наглый дед мороза ну все на этом тогда . хорошая великолепная это одно из моих любимых стихотворение теперь Светлана Паша твоя участь давай готов поехали ну я когда был маленьким я мечтал о том что вы подарили мне хомячка потом я мечтал о велике но моя родня думала что мне нужна всякая фигня мне дарили венички и кульки конфет пряники и шапочки а вот велик нет в общем не с подарками вечно не везло не люблю новый год дед мороз присаживайтесь пожалуйста на диван давайте еще раз поаплодируем значит как я и обещал мы видели вас если можно так сказать в таком виде в котором по которому понятно что вы отлично выиграли выглядите и вам сладкого нужно немного вот как раз хотел задать вам вопрос про вашу откровенную фотосессию Светлана ну-ка Светлана с чем это связано почему покажите почему так почему так да ну там по моему все видно в этой фотосессии я в хоккейной форме лежит причем я вообще одетая там ничего откровенного даже нет но тем не менее сети напряглись это как сазан когда врезаешь я этого и хотела эффекта добиться на самом деле чтобы сети напряглись и наконец-то к нам команду в которой я тренируюсь пришли девчонки и начали играть в хоккей Типа тут голые мужики у нас приходили к нам если голые девчонки начали играть Паша расскажи пожалуйста а у тебя был опыт вот таких нет я голый не фотографировался ну не голый а немножечко такой ну я смотрю твой инстаграм там периодически мелькаешь своими рисунками это я мелькаю так случайно попадают да ладно когда просто рядом хоккеистки фоткаются я проползаю под ногами Света занимается хоккеем какой спорт нравится тебе Диванова Лянинг это мастер спорта по моему я не защитил еще все впереди да нет уже физкультура никакого спорта просто ну как бы уже нет и времени и возможности чтобы прям заниматься спортом физкультура не писал деду морозу письмо я бегаю там я играю хожу там какие-то единоборства вот как-то так комплекс физра Света скажите пожалуйста как это какие ощущения у вас во время фотосессии с Криштианом Роналду В общем я за Роналду охотилась наверное 6 лет и вот наконец-то с нашим чемпионатом мира моя мечта сбылась и он такой выходит из автобуса в гостиницу я его ждала когда он приедет с тренировки подготовила девочку которая будет кричать потому что он реагирует на детей а не на взрослых тетенек мы знаем этот скандал недавно хватит в общем говоря мой план так сработал и подошел к ней я подсунула свой билет чтобы он расписался и я ему говорю можно сфотографироваться он такой да конечно и тут я достаю телефон нажимая кнопку он смотрит я должна посмотреть его как он красивый я должна посмотреть все ли фоткают как я фоткаю с ним и все фоткали кстати говоря да и тут я нажимаю кнопку выкал и загорается черный экран вместо того что мы делали фиаско братан и Роналду напряг так скулы и пошел прямо и больше ни с кем не сфотографировался и ты такая снимаешь и ты Месси такая я хотела сделать вот так ну отличная история вы его щипали когда фотографировали? нет там стояли просто японцы они все фотографировали просто японцев не бывает они не простые были я говорю фотографии есть со мной они говорят конечно есть вот и такое конечно есть я не справляюсь сегодня я лингвист я сижу Паша по поводу твоих фотографий ты с кем только не фотографировался да я хожу в церковь и Рональдинио хожу в церковь ну да после Рональдинио да есть смысл сходить а вот есть какая-то есть мечта с кем-то сфотографироваться и вообще насколько ты фотолюб да нет на самом деле у меня гораздо больше было возможности чем отражено в инстаграме мне иногда не до этого я же по большому счету по работе пересекается с этими персонажами и мне как бы и честно говоря я такой в этом плане ну чё я буду чуя тепло чуя сейчас буду стоять там девочку подговаривать какую-то потом нажму на кнопку чёрный экран чуя да не ну как-то не всегда мне ну как-то внутри да стесняюсь короче да не ну вы знаете кстати не плачу это какого чёрта я к нему а не он к нему ну что-то в этом есть паша может фотографироваться с кем-нибудь классным человеком после этого не отпала мечта просто я после Рональду вообще теперь селфи так и с кем еще остается только он меня отбил все желание у тебя отбил он все желание? вообще его бывшая так же говорит ну я должен сказать что по вашей фотосессии не скажешь что он отбил селфи делать а селфи отбил ну селфи неудобно делать с клюшкой отбил все желание да а фотосессии Нурмагомедову отбили все желание или он отбил все желание да ребята паша несмотря на то что сегодня день рождения Сталина я хотел бы хотел бы спросить тебя про ТЭФИ дело в том что сегодня еще и день основания этой замечательной премии да и насколько я понимаю и мне известно ты двукратный обладатель ТЭФИ два с половиной раза два с половиной раз приехал получать третью подряд но мне уже было за тридцать три подряд это ТЭФИ рассказать о ТЭФИ смотри это тоже голый мужик только это статуя разрывающий душу да такое в следующем статье должна быть с ним да? да можно очень хорошо здесь сейчас поработать чтобы им дали ТЭФИ да так что старайся давай программа о спорте дело в том что у нас на канале тоже есть программа о спорте спорно и она в этом году тоже максимально близко приблизилась к получению ТЭФИ но немного не получилось почему спорт почему он такой интересный почему ну в тот момент когда мы попали мы попали на волну вот этого противостояния мы были вторым городом в России третьим городом в России ну нет на тот момент вторым городом в России где были дерби настоящие две футбольные команды в одном дивизионе в Премьер Лиге конечно нам повезло на тот момент очень много людей этим болели и смотрели нас ну и мы если честно не особо ориентируемся на людей господи мы просто делали хороший продукт была фактура не нужно было ничего высасывать из пальца вот как сейчас да? пригласить бывшего ведущего и девочку которая фоткается мы на самом деле со Светой хотели обсудить историю когда она заступилась за Краснодар в разговоре с испанцем мы на своем идеальном английском наваляла ему попробовала как кстати говоря после этого я пыталась с ним сделать селфи и он сказал не 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 хочу а ты могла бы сказать я даже с Роналда не стала фоткаться может быть он поэтому и отказался а мы знаем тебя ты сейчас скажешь давай фоткать а потом на выку нажмешь это был испанский журналист который написал о том что в Краснодаре жарко пробки не очень ему здесь понравилось он из Испании точно не из Исландии и Света просто нашла его она как крышляров она сразу вычислила следила очень много времени свободного выслеживает Роналду она просто в Москве ждала его просто когда бы он приехал 2014 подождем как ваши дела с английским на сегодняшний день плохо еще все еще плохо просто она еще не определилась с каким футболистом состоящим она будет фотографироваться может быть с немцем да говорят да германии говорят плохо на английском так что нужно сразу немецкий учить зато они хорошо понимают русский так может зачем тогда учить Паша за что ты любишь Краснодар вот такой город или футбольную команду ну начни с футбольной команды ну потому что вообще на каком этапе ваши взаимоотношения сейчас почему-то от тебя перестали мы видеть внутри чаши мы сейчас ну я сказал что я перезвоню забрал детей и уехал нам нужно подумать ты сказал что перезвонишь а Сергей Николаевич выключил номер нам нужно побыть нам нужно побыть чуть-чуть отдохнуть отдохнуть друг от друга ну ты понял да что свято место просто не бывает там уже есть желающие поговорить вслух нет но до сих пор пусто да поэтому я я и не переживаю там беда есть но вернешься к городу город ну я всегда говорю что у меня с этим городом взаимная любовь он мне дает и я максимально все что могу даю этому городу вот поднимаю бутылки которые бросают люди ну серьезно я тебе говорил это за место я говорил что это Паша был да Света а ваша любовь я не рассказал о самом главном хорошо давай давай а мы на бутылках сразу закончили да такие молодцы сейчас я готовлю один очень серьезный проект он не касается телевидения наконец-то и футбола вот но будет находиться в том районе в котором очень много футболистов живет в районе Кубан набережная у нас будет прям такая туристическая шашлык открываешь да как сейчас модель туристская свадебная мекка мы будем создавать даже не малую архитектурную форму а такой прям подожди почему почему здесь футболисты ну ты поедешь туда фоткаться все Света расскажите пожалуйста чем регламентируется ваша любовь к нашему прекрасному городу я же сама с Иркутска вы знаете да а ну все понятно просто замерзла девочка вот прям снял с языка так ну конечно это в первую очередь да тепло здесь я вчера приехала из Москвы и когда зашла сошла с трапа на землю мне прямо вот вот прямо да она приехала на самой руке я прям на городу приехала так тепло здесь и вот тут вот такой воздух такой классный вот уже прям родной такой кубанский за это я люблю ну и конечно то что можно гулять летом в Иркутске нельзя по ночам там Иркутске выиграли тендер комминтанский вот кстати говоря в этой фотосессии где голый мужчина лежит он с Иркутска А мы заметили, что он замерз, да? А не пострадал, ни он, ни... Нет, все нормально. Я же берегла земляка свою, не могла. Да они рождаются на льду там. Так, ребята, во-первых, здорово, что вы поделились своими чувствами к нашему замечательному городу. Мы разделяем с вами эти мысли и спокойствие душевное. Есть предложение обсудить некие новости. Они иногда краснодарские, иногда затрагивают жителей этого города. Каких-то конкретных, да? Ну, вот мне кажется, что вот это твоя новость. Виталий Мутко покидает пост президента РФС. Вот, пожалуйста. Покидай, ну давай, он в процессе сейчас. Пойти обходной лист, обходной лист, библиотека, сдать ключи. Белье. Слушайте, сколько длилось это? Сколько заклятия длилось, заклинания? Очень много. У него же два пришествия было. Пришествия, очень правильно. Два пришествия. И назначения. В данном случае единственное назначение, которое прописали пришествием. Как бы сказал сам Виталий, there is the best good news. Thank you so much, он сказал. I goodbye. А мы сказали, наконец-то. Или как там по-португальски? По-португальски? Нет, это по-английски. Наконец-то хорошо. Сейчас Виталий Мутко никак не связан со спортом, вот он написал. А до этого он как бы был связан, да? Да почему? Он вообще-то очень-то был связан со спортом, да? Нужно слово сейчас просто убрать. Он был в связи, а спорт с ним, слава богу, нет. Он зампредседателя правительства по вопросам строительства регионального развития. Мутко отметил, что на посту РФС ему удалось добиться финансовой стабильности. Ну, здесь почему он написанной организации? А я, ну, не написано, как коль. Мне кажется, он после каждого рабочего дня просто приходит какой-нибудь магазин странный, очень-то там где темно, страшно, там стоит такая страшная бабка с носом, он говорит, мне нужны еще когти летучей мыши. Заканчивается зелье. Ну, сколько фотографий от Зюбы на пепел ушло, да? Да. Мне просто жаль лес, сколько леса ушло на эту бумагу, потому что... Слушайте, может быть, Пашу с Сашей вот в СИЗО держит это, потому что Муткото наколдовал? Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Давайте отвернемся от него, может быть. Ну и ладно. Слушай, ну хорошо, хорошо, слава богу. Давайте попланируйте, это была прекрасная новогодняя новость. Позарочек. По поводу новогодней новости, очень возможно, что она достанется Светлане, тем более она рядом с елкой, такая же нарядная, такая же красивая. Я просто, да? И блестит. А там на португальском написано. Не на португальском. На кубанском. В России появилась шоколайка. Шоколайка. Шоколайка? Не шоколайка. Собака Сулимова. Да, Клим Сулимов такую вывел. Российский гибрид шакала и собаки. Да, они давно уже это сделали сами, без нас. Шоколайка. А, теперь они официально, зарегистрировали брак. Вот фотки. Зарегистрировали взаимоотношения. Раньше лайки просто бегали в лес к шоколам, а теперь это уже официально. Бум, шоколайка, бум, шоколайка. Чтобы не осуждали, да? Типа там, сова такая, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А вы слышите, не борсун? Да ладно тебе. И шоколайка появился. А это же, или это в питомнике каламбурщиков было произведено. Давайте классные два слова. Шоколайка. Шоколайка. Смешно уже, смешно. И урод бегает, вон, смотрите, как раз. Как выглядит шоколайка? Новый вид. Она в обертке, во-первых. Она, да. Шоколайка. А голова в фольге? А внутри арахис. А внутри арахис. Но я его есть не буду. Ну, конечно. Я бы хотел, пользуясь случаем, рассказать о конкурсе, который носит название «Краснодар ненаглядный». Сразу по окончании нашей программы в нашем аккаунте инстаграм «Краснодар ТВ» появится пост с простым вопросом про «Краснодар». Кто напишет комментарий с самым веселым ответом на наш вопрос, тот получит приз от нашей программы. Победителя традиционно будет выбирать наш компетентный единорог. Надо сказать, что по итогам прошлой викторины победила Екатерина Попова. Именно она отправляется на концерт Стаса Михайлова. Подарок для этого. Друзья, есть у нас для вас еще небольшой экшен с вашим участием. Хотел бы задать вам такой некоторый список вопросов, не такой длинный, как на пресс-конференции у Владимира Путина вчера. На три часа, а не на три. Нет. Буквально по пятерочке. Пятерочка для Светы, пятерочка для Пашки. Да, такой предновогодний блиц. Ты сказал, пятерочка видел, как у Паши рука за конвертом. Да, да, да. Он такой, где пятерочка. Поехали. Что бы вы хотели получить от Деда Мороза на Новый год? Коньки. За что вы любите футбол? За красивую игру. Кто будет, точнее нет, как будет по-испански с Новым годом? Фелис Навидат. Зачем надо пить в новогоднюю ночь? Не надо пить Новый год. Будьте здоровы. Не надо пить. Случай были. А я говорил. Это вырежете, по-моему. Что скажет Владимир Путин в своем новогоднем обращении? Россиянею. Все? Одно слово? Вроде бы как был порыв спеть у него, но нет, просто потом остановился вовремя. Паша, для тебя... Я в отличие от цвета не готовился, мне не присылали вопросы, поэтому с Новым годом по-испански будет не так звучать. Это вообще было, я сама в шоке, честно говоря. Это где-то в недрах отложило. А испанцы сейчас как в шоке. Я ведь не зря с пастом по-английски говорила, запомнила. Паша, поехали. Почему цвет настроения синий? Ну, то, кто поет, то, собственно, и определяет цвет. Что хорошего в желтой свинье? Ну, по крайней мере, она живая. Но больная, по-моему. Как правильно чистить мандарины? Чужими ногтями. Какой самый главный ингредиент в салате оливье и почему? Майонез, потому что раз в году. Продолжи песню, если б не было зимы в городах и селах. Никогда не знали мы о таких приколах. Спасибо большое. Аплодисменты. Я хочу попросить вас вместе с нами спеть финальную песню. В нашей программе есть такая медицина. Зачем-то не позвали? Да. Ну, как-то раскрасить вокальные данные. Вот я могу. Значит, она на мотив известной некоторым из нас песни группы «Пицца». Все песни группы «Пицца» с нами на языке. Тогда давайте встанем и стоя споем ее, а вы сидя сыграете нам. Легко. Я все делаю. Давай попробуем. Давайте. Да, поехали. Поехали. Это телеканал «Краснодар». Он ни на один не похожий. Это мне в нем нравится. Мне в нем это нравится тоже. Ты бы дома грустный сидел, словно кот Роткин и Печкин. Если бы не пятница. Если бы не пятница вечер. У-у-у-у! Ну что, друзья, это была программа «Пятничный Сафронов». У нас в гостях сегодня были Павел Лаврентьев и Светлана Голуб. Давайте поаплодируем нашим друзьям. Всем нашим телезвителям желаем хороших новостей, хороших выходных. Увидимся в следующую пятницу на канале «Краснодар». А пока наши системные администраторы уже упаковывают вам предновогоднюю праздничную ссылку на этот выпуск. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!